На проект, ну как, пришло как все. Меня заметили и пригласили. Продюсеры, самый главный продюсер меня заметили, хотя изначально Ермакова меня не пропускала на проект, потому что мне 32, и считала то, что я неинтересна. Но в итоге главный ведущий меня заметил и пригласил. Вот так все было. Захар, проектный и Яна. Не знаю, не буду комментировать этих ребят, честно. Не хочется потом конфликтных ситуаций с этими ребятками, поэтому высказываюсь только на лобном пока что. Если Захар будет продолжать свои нападки в мою сторону, то, наверное, уже буду выносить это на всеобщее обозрение и уже засаживать по полной, как я это делаю. Привет, Краскова. Что у вас главный ведущий? Не буду говорить, нельзя. Круто, долго ты на проекте уже? Четвертый месяц. Хотела бы попасть на острова. Естественно, бы хотела. Так, давайте мы не будем спрашивать меня про Захара. Не хочу, у меня сейчас настроение не то, чтобы осуждать эту пару. Никита, да, на проекте. А кто ты есть? Пытаешься хайпануть хорошее СЗП и Русланова? Ну смотри, я уже пришла на проект, да. Естественно, благодаря проекту я становлюсь публичной личностью, то есть это само собой. Здесь совмещаешь и работу, и отношения. Я хотела бы на этом проекте, этот проект помогает совместить и построить отношения хорошие, и в итоге еще и хайпануть. Здесь, если я вам скажу по секрету, хайпуют абсолютно все. На проект просто так не идут. Ну да, строить отношения, и на проект пошла я от отчаяния, потому что у меня не получалось строить отношения за периметр. Зато у меня получалось строить работу, карьеру с периметром, но не получались отношения. Этот проект мне помогает совместить все два в одном. Насчет Ебарова Голд я не буду говорить, помирились они или нет, потому что это будет спойлер. Как ты думаешь, бьет в семь лет и сойдутся? Я думаю, что, скорее всего, да. Просто мне Лене нужно немножко еще поработать с собой, но она очень глубокий человек. Я не считаю себя как-то, я считаю, она ровнее со всеми. Ну, спасибо, мне приятно. Павел, ты дружишь с Пабичем? Да, дружу. Не видно вообще Никиты. Никита постоянно с Настей, он в отношениях, он наслаждается ими. Скажи про свои отношения с кавказцем. Слушайте, ну, отношения с кавказцем, какие они были? Ну, вот, обещал, обещал человек, что будет у нас хорошо, и в итоге через пять лет мы разошлись. Не хочу сейчас. Вот честно, я очень много рассказывала про эти отношения. Вы можете почитать в новостных лентах про отношения с кавказцем, потому что я уже с 8 раз это рассказывала, и сейчас комментировать я этого не хочу. Я могу рассказать про человека, который меня вдохновил на песню «Чистый кайф». Вот. И этому человеку я рада, потому что он вывел меня из депрессии. Передай привет Евгении, Яра, пожалуйста. Передаю привет. Я по полной дышу сафаров. Спасибо. Лет 95, да. Что это за человек? Его зовут Зура, он чеченец. С ним мы просвещались полтора месяца, познакомились мы с ним до Нового года. Это не его голосовые, Гунишко. Не его голосовые, это другой человек, который просто пишет мне в социальных сетях. Спасибо, Дарья Баширова. Зура, у меня очень теплые чувства, несмотря на то, что это мой бывший молодой человек, мы с ним пора встречались полтора месяца. У меня к нему теплые, искренние чувства, потому что благодаря нему родилась песня «Чистый кайф». Он меня вдохновил, вывел из депрессии. И вообще это очень классный человек. Так, Зарема, привет из Чечни. Салам алейкум. Ничего себе, нашим чеченцам мутило. Да, мутило, и сейчас мы с ним в дружеских отношениях. Он мне до сих пор помогает и советом добрым, и вообще очень моральная поддержка от него очень хорошая. Я рада, что у меня есть такой теперь друг. Хотя с бывшими я особо не общаюсь, не дружу. Но вот как-то так получилось, что, наверное, единственный человек, которого я могу отнести к своему лучшему другу, вот это он. И я надеюсь, что у него всю жизнь получится. Спасибо, Мадина Чеченкая. Привет, Мадина. Передай привет Насте из Бербиджана. Привет, Насте из Бербиджана. От Селена Майер. Ты держишь пост? Сейчас нет, не держу я пост. Мне сейчас не до этого. Твой котяха. Спасибо, кобыла. Ну, вообще, кобылы, вообще лошади, в принципе, очень красивые животные, поэтому меня это не обидело. Я действительно высокая. И я сейчас сырую с красивой кобылой, да. Факензи, у меня очень много сообщений в директе, разрывается, не знаю, смогу я ответить или нет. Ребят, по поводу мусульманка, не мусульманка я не буду комментировать, честно. Тему религии мы не поднимаем. Так, Факензи, привет. Селена, твое настоящее имя? Да, но при рождении был другой, у меня Елена меня звали. Давай сыграем в игру. Милена, не буду обсуждать, как кажется, бывшую участницу, вот. Но к ней я отношусь нормально. Их расходы, Леша. Слушайте, очень сложная ситуация, не буду сейчас никак комментировать. Потому что я думаю, что точка еще не подставленная. Я делала губы. Два года назад я делала губы, подкалывала, но форма факту моя. Посмотрите на фотографии моей бабушки и все поймете, что никакой пластики и губ я не делала. Чеченцы, я вижу, уважаемые. Да. Это так. Фамилия, Петер, доним. У меня в паспорте Селена Майер, ребят. Я переименовала себя сама. У меня прапрапрапрадедушка был Майер. Назвала я Селена. Селена одно и то же, что и Лена. Не могу тебя найти в ВК. Селена Майер. Через экрадку песню чистый кайф найдете. Мне хоть ответ, ребята. Сейчас с фильтром. Спасибо. Я не чеченка. О, чеченские корни у меня есть? Мне там прапрапрапрапрадедушка чеченец. Ой, точнее прабабушка. Да, да, его фамилия у меня была. Короче, есть немножечко. Свежий. Ничего лишнего не собираюсь говорить. Сейчас с трёхки у меня ответила. Отква. Ну, я, видишь, я разбираю, когда директ, если я вижу интересные комментарии, я на них отвечаю. Или по настроению выборочное. Кирилл Гэмби, Дудинка, привет. Чеченка бабушка моя, прапрапрабабушка, короче. За четыре поколения до, она вышла за русского. Так, получилось, сбежала. Больно так прокалывать? Нет, мне и мне было больно. Жгло. Своим характером, наверное, похоже. Боевым. Давай сыграем в игру, где правила твои. Я не знаю тебя, на меня не смотри. Мне не нравишься ты и твои друзья. А, Никита, а этот, как его, Никита с островов, как его. Рудаков, господи, Рудаков. Капли. Скотина ты. Ты вообще как-то умудрилась свалить. У меня песня на радио вышла. Ай, господи. Выходит ко мне. Вика, какого... Здравствуйте! Вик, ну нельзя с этими делами у меня сидеть в эфире. А? Зая, ты дома, что ли? Да. Почему-то ты вообще нормальный человек. Нормальный. Сейчас, давай. А у вас, кстати, что было на Рубе, кого номинировали? Не могу говорить, кого номинировали здесь. А, я поняла, да, не можешь даже говорить. Мы можем с тобой лично выйти пообщаться, Зай. Зай, я не могу так разговаривать с Шаром, потому что меня могут потом выпить. Давай лично с тобой пообщаться. Сейчас, подожди. И всего-то. Денег не желаю, потому что, ну, как бы, деньги, они приходят как раз-таки благодаря этим качествам. Короче, желаю тебе здоровья и сил, чтобы вывозить любые ситуации и не останавливаться на достигнутом. Как с Мариной общаться? Как с Мариной общаться? Нормально. Иногда Марина... Мне, да, мне нравится Марина подача. Но я в последнее время на нее практически не реагирую, поэтому нормально, адекватно. Как заработать сейчас бабки? Блин, заниматься любимым делом. Зарабатывать бабки сейчас можно на всем, что только можно. Главное тебе любимое дело. А дальше пойдет как по массу. Найдите работу на удаленке. Там, я не знаю, курьер. Можете курьером. Сейчас курьера хорошо зарабатывать. Кто еще зарабатывает? Водитель на такси хорошо зарабатывает. Сделайте визитку. Заведите свое личное дело. Сейчас на то, чтобы открыть свое личное дело, особо расходов не надо. Почему Платоновых выгнали? Платоновых выгнали? Не знаю, почему. А если любимое дело пожрать и поспать? Ну, не знаю. Значит, скрою какую-нибудь... Ну, это не знаю. Пожрать и поспать. Ну, подумай, что можно из этого сделать. Как тебе, Никита Рудаков? Никак. Не хочу его обсуждать, потому что для меня это неинтересный участник. Абсолютно неинтересный. Не знаю, почему. Он яркий только в отношениях с Алиной Галимовой. Потому что он не довел свое дело до конца. А как-то я не люблю людей, которые не доводят свои дела до конца. Ну, как-то вот так у меня сложилось. Барышев. Барышев. Интересная личность. Харизматичный. Блин, искренний. Я не буду констатировать то, что Барышев гей, потому что я не знаю, гей он или нет. Правда. Я не живу в его теле. И не знаю вообще, что к чему. Поэтому утверждать, что Барышев гей, я не стану и не буду. Максим Колесников. Скажи Алене, что ему повезло с ним. Да, Алене безумно повезло с таким мужчиной, как Максим. Да, он молодой парнишка. Выглядит, конечно же, там не на свои 20 или на моложе. Но, тем не менее, достойный мужчина. Барышев. Ну, он просто, понимаете, ребят, если вы встретите творческих людей, они все такие практически. Либо они социопаты, либо они вот такие вот эмоциональные. Но то, что он морально довелся цвят, это факт. Клава на проекте. Ребят, смотрите. Смотрите эфиры. Сейчас пойдем, Яна, спать. 1, 2, 3, 2. Спасибо, октопус. Сейшерские беременнички еще не взлетели. Кимен, я не буду комментировать. На том, два самых лучших пацана. Это Никита Должанский. Окей. Ребят, я спойлеры не даю, честно. Я действую в рамках проекта и стараюсь не давать спойлеры. Смотрите все на ТНТ. Вы можете спросить, где-нибудь 10 фактов обо мне, там, не знаю, что-нибудь такое. Хотя я, наверное, напишу в следующий сторис. Яна Захар. Периодически мы с ними находим общий язык, но Захар борщит. Не всегда ведет себя достойно. Он хочет высказывать свое мнение, он имеет на это право. Мне, конечно же, неприятные какие-то моменты, когда он высказывает. Но что поделать? Он такой человек. Нужно просто понять и простить. Какие у тебя отношения с твоими родителями? Отлично. Мои родители поддерживают меня абсолютно во всем. Во всех моих начинаниях, во всех моих падениях. И принимают меня любой абсолютно. То есть я уверена, что если у вас что-то произойдет, мои родители всегда меня примут. И я очень благодарна судьбе, наверное, и вообще Всевышнему за то, что у меня такие прекрасные, замечательные родители. А вообще благодарна, прежде всего, моей бабушке Альбаловне, потому что без нее, наверное, не было бы меня. Она самый главный человек в нашей семье. Бабулечка, ты лучшая. Спасибо большое. Ну и бабушке, которая у меня там находится в Юрье, тоже лучшая. Топок, топок, спасибо. Спасибо, мои хорошие. Так где вообще я в доме сижу? Светлане Викторовне. И вот от чистого сердца сказать есть следующее. Светлана Викторовна, я понимаю, что вы, собственно говоря, любите своего сына. Вы переживаете за него, как и все матери, которые находятся там и смотрят за жизнь своих детей. Но вы у нее... Вот от чистого сердца сказать есть следующее. Светлана, вы о чем говорите? Прадоксально, если я первый раз вижу участника... Светлана, вы о чем говорите? Прадоксально, если я первый раз вижу участника... Почему она должна извиняться перед мамой Игорь, если мама Игоря... Пау-пау-пау-пау! Отдыхаем хорошо! Где тут мужики? Уже пофе! А где же мужики? А где мужики? Я по полной дыши, использую лайф. Ты смотришь на меня, как на чистый кайф. И вот на белая река растекалась за окном. Мы танцуем теперь, танцуем вдвоем. Я летаю высоко, я летаю в облаках. И внутри мне так тепло, я в твоих руках. Этот серый скучный мир, где смысла просто нет. Этот космос лишь для нас. Особенно нет других планет. Ла-ла-ла... Нет других планет. Нет других планет. Нет, нет других планет. Нет, нет других планет. Блин, я очень рада. Прям вообще просто моя песня для либератации. На лайк и фэм. На лайк и фэм. На лайк и фэм. Просто я в шоке. Не так это приятно. Давай сыграем в игру. Давай сыграем в игру. Давай сыграем в игру. Давай сыграем в игру. Где правила твои. Я не знаю тебя. Меня не смотри. Мне не нравишься ты и твои друзья. Но внутри магнит что-то мает меня. А это моя бабушка, кстати. Смотрите. Видите, моя бабушка? Вот. Какие у нее губы пухлые. Какой у нее нос. Так что у меня такая порода. Моя песня, прикинь, моя песня, че-то кайф взяли в ротацию. радио не какой-то мне нравятся все ведущие абсолютно это у нас лентин есть у них тухляк я буду свои мысли стихах выражать чтобы самые сладкие проекты поддержать вот они в бассейне плескаются не рука марина лёша и мая про них говорят что у них тухляк но кто так говорит у самих бардак я буду свои мысли стихах выражать а 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 это я с длинными волосами ребята смотрите обратите внимание а 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 кучу супчик сушь-сушь-сушь-сушь-сушь-супчик так, что мы тут есть, интересно я знаю, что вы хотите посмотреть, вы хотите Зураба увидеть хотите Зураба увидеть? вообще, в принципе показать вам или не показать вам я думаю, показывать мои подписки, Зураба не показывать я буду дружить с тем, с кем я посчитаю нужным и вот это то, что ты там с тем дружишь, с этим дружишь так танцуешь, не так танцуешь я буду дружить с тем, с кем я посчитаю нужным и вот это то, что ты там с тем дружишь, с этим дружишь нет, я выставляю свою ленту, показывай свою фотографию а, ты сейчас в прямом? да, в прямом могу показать свою фотографию, видишь? хеллоу, мазапокомиссия а реально, как это делается? ну, вот сюда нажимаешь и вот, можешь показать привет, конечно, всегда открыто к общению, и мой зависимый эксперт тоже а покажи Зураба я не открыт, ребята, нет, не надо да, сейчас мы покажем Зурика сейчас, секунду, подождите, внимание ребят, я перезайду я думала про другого